Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Врачи узких специальностей провели выездной прием граждан в поселке Дубровский. Периодичность у нас два раза в месяц и на сегодняшний день это пятый прием. Члены общественной палаты обсудили предложенные президентом страны поправки в Конституцию. Наше, скажем так, низшее звено здесь общественных обсуждений. Это момент подчеркивания значимости данных изменений. Занятие скандинавской ходьбой в рамках проекта «Активное долголетие». Скандинавская ходьба для здоровья нам нужна. Не все жители поселений без проблем могут добраться до Видновской районной клинической больницы, а потому в Ленинском городском округе продолжает развиваться практика, при которой врачи узких специальностей выезжают в поселение, где осуществляют прием граждан. На одном из таких мероприятий побывала и наша съемочная группа. Если поясница побалит, для нее характерно, значит, более тянущего характера по наружной поверхности бедра, боли, колени. Юрий Иванович Хлистов – опытный хирург. Стаж работы более 30 лет. В поселок Дубровский он приехал уже во второй раз и дважды побывал в Дрожжино. По его мнению, программа, в ходе которой узкие специалисты выезжают в поселение, чтобы принимать пациентов, весьма востребовано. Человек 15-20 приходит. Это профосмотр, так называемый. Процентом отношения 1-2. Когда я как хирург, предполагается какое-то там плановое оперативное лечение. Про их снижение разговора не идет. Так в основном профилактический просмотр и профилактика хронических заболеваний. Помимо хирурга, сегодня местные жители имеют возможность обратиться еще к четырем узкопрофильным специалистам – офтальмологу, лору, эндокринологу и неврологу. Предварительной записи нет, но очередь, как правило, идет быстро. Прием врачи ведут в небольшой пристройке, где находятся местные ФАПы. Надо отметить, что в этот процесс коррективы внесла и природа. Первый серьезный снегопад практически парализовал дорожное движение. Прием врачи начали более чем на час позже. Но большинство граждан к ситуации отнеслись с пониманием. В 2018 году в фельдшерско-акушерском пункте был сделан ремонт, а потому работать медики могут в максимально комфортной обстановке. Часть оборудования есть в ФАПе, а часть инструментов и приборов доктора привозят с собой. Периодичность у нас два раза в месяц. И на сегодняшний день это пятый прием, который осуществляется в поселке Дубровский. У нас еще есть в селе Булатниково пункт медицинской такой помощи неотложный. Но там реже у нас приемы осуществляются. Но надеемся, что периодика сейчас будет достаточно для того, чтобы все жители были вот такими вот приемами обеспечены. Сегодня за советом к врачам пришло в общей сложности более 60 человек. Еще один плюс такого приема – здесь собираются жители не только поселка Дубровский, но и ближайших поселений, например, Измайлова, как Галина Королева. Сюда очень удобно. Это вот пешком 10-12 минут ходьбы спокойным шагом с Измайлова. Либо маршрутка. Мы садимся на маршрутку, у нас водители некоторые даже оплату не берут. Программа помощи узких специалистов жителям поселений стартовала совсем недавно, но уже сейчас все отмечают ее большой положительный эффект. Максим Козлов, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ. Сейчас, когда вся страна дискутирует вокруг изменений в действующую Конституцию Российской Федерации, члены Общественной палаты Ленинского городского округа провели свои общественные обсуждения поправок в высший нормативный правовой акт страны. Такие круглые столы сейчас проходят по всему Подмосковью. Мероприятие инициировано Главным управлением социальных коммуникаций Московской области. Члены Общественной палаты попытались вникнуть и разобраться в предложенных президентом России Владимиром Путиным поправках в Конституцию страны, чтобы иметь возможность компетентно объяснять их суть жителям округа. Изменения данные, я так понимаю, назрели, потому что они должны правильно быть подготовлены. Ряд экспертиз пройдены на уровне различных инстанций, поэтому наше, скажем так, низшее звено здесь общественных обсуждений – это момент подчеркивания значимости данных изменений. Конституция страны не менялась с момента ее принятия в 1993 году. Поправки несут за собой 10 основных блоков. Наиболее важные касаются должности президента страны. Теперь им может стать гражданин не моложе 35 лет и имеющий гражданство России не менее 25 лет. Президентский срок – не более двух раз по 6 лет. Члены правительства не могут иметь двойного гражданства. У Совета Федерации появляется больше полномочий. Это будет не референдум, это будет голосование народное. Оно будет проходить как обычные выборы. Проходить это голосование будет либо в начале, либо в конце апреля, в очередное, ну, в какое-то воскресенье будет определено. И что самое главное, что вот много пишут в прессе, в соцсетях, в чатах, что мнение народа не важно. Нет. Кстати, решение не будет принято без голосования. То есть мнение каждого человека здесь очень важно. Голосование пройдет на всей территории Российской Федерации. В Измайловском Кремле прошел бал представителей нежного бизнеса – организации, куда входят женщины-предприниматели. Город Видное на мероприятии представляли 13 человек. Здесь в праздничной обстановке девушки делились опытом и праздновали годовщину со дня основания сообщества. Пятничным вечером в Измайловском Кремле прошел бал предпринимателей, организованный в честь годовщины сообщества «Нежный бизнес». На празднике присутствовало около 220 бизнесвумен из разных городов Подмосковья, принадлежность к которым можно было различить по цвету платьев гостей. Движение «Нежный бизнес» было создано год назад и объединило успешных и целеустремленных девушек, самых активных из которых наградили билетом на бал. Здесь в праздничной обстановке заводились новые знакомства. Когда ты общаешься с такими же женщинами-предпринимателями, которые куда-то стремятся, есть, во-первых, поддержка, взаимопонимание, где-то полезные связи. Это просто реально помогает развиваться внутренне, как личности. Программа «Бала» была обширной. Гости могли посетить настоящее фэшн-дефиле, сделать прекрасные снимки в фото-зонах, изучить выставку достижений предпринимателей. Для самых активных участниц движения были приготовлены подарки. В программу входили и творческие представления, которые каждый город готовил самостоятельно. Большинство из присутствующих девушек совмещают бизнес и материнство. С нами они поделились, почему решили заниматься предпринимательством. «Потому что оно открывает другие грани. Во-первых, это свобода в первую очередь, потому что нет зависимости от каких-то внешних условий. И самое главное, ты можешь развиваться в том направлении, которое тебе нравится. Тебе никто не указывает, что делать, куда расти, на какие курсы идти, ты все выбираешь сам. И общение ты тоже выбираешь сам. Для меня это самое главное». «На свобода, потому что могут выбирать не только меня, но и я могу выбирать. Я могу работать с теми заказчиками, с кем мне удобно, комфортно, с кем мы находим общий язык. И тогда бизнес может действительно процветать, когда у нас есть контакт». Всего за год движение объединило предпринимателей из 32 городов Подмосковья. «Видное» и «Нежный бизнес» пришел в конце августа и активно развивается и сегодня. «Самы там проходят регулярные встречи в «Видном». И я вижу так эволюцию, вижу развитие, вижу активность, что больше девушек становится. Они работают вместе с торговой промышленной палатой, с администрацией. И я надеюсь, что сообщество будет только крепнуть и «Видное» будет одним из лидеров «Нежного бизнеса». От «Видного» праздник посетило 13 человек. Девушки были одеты в платье нежно-голубого цвета. Каждая преуспевает в своем деле. Кто-то имеет клининговую компанию или СММ-агентство, а кто-то разрабатывает бизнес-планы. Девушки разные, но им нравится собираться вместе и делиться своим опытом. Мы делимся, мы и клиентами девочки делятся, и коллаборируют между собой. То есть у них постоянно зажигаются какие-то новые проекты. Они вместе копируются и создают что-то интересное и новое. Дальше будет больше. Наталья делится. Прийти на собрание может любой желающий. Возможно, собственного дела у вас еще нет, но есть планы его открыть. Ведь на встречах можно получить множество новых знаний и хорошее настроение. Ее называют Северной, Норвежской или Финской, но в нашей стране привыкли именовать Скандинавской. Два раза в неделю участники проекта «Активное долголетие» приходят в парк на занятия по скандинавской ходьбе. Чем она так привлекательна для людей старшего возраста, узнала наша съемочная группа. В рамках проекта «Активное долголетие» в видновских парках два раза в неделю проходят занятия по скандинавской ходьбе. У инструктора Людмилы Лозинской две группы, в каждой более 20 пенсионеров. С каждым днем количество поклонников скандинавской ходьбы только растет, ведь этот вид активности практически не имеет противопоказаний и доступен в любом возрасте. Скандинавская ходьба для здоровья нам нужна. В поликлинику не пойдем, лучше с палками пойдем. Занятия укрепляют опорно-двигательный аппарат, улучшают кровообращение, нормализуют артериальное давление, то есть оздоравливают организм в целом. При этом за счет использования палок нагрузка на суставы и колени минимальна. У меня немножко со здоровьем было, может быть, сердцем, что-то с сосудами, мне голова кружилась. Я просто чуть-чуть пораньше уходила, а сейчас, в общем, даже получше стало. То есть сейчас вы остаетесь на целое занятие, и все хорошо? Да, все хорошо, да. Раиса Михайловна Акулова посещает занятия с октября. До этого, говорит, тренировалась самостоятельно, но, как оказалось, не совсем правильно. Исправить ошибки быстро помог инструктор. Сегодня наша команда прошла 4675 шагов. Вот это за половину нашего занятия. Сейчас мы еще пройдем 2-3 круга, и будет 6 с лишним тысяч. И это всего лишь за час занятий. При том, что медики советуют людям пожилого возраста совершать не менее 10 тысяч шагов ежедневно. Но скандинавская ходьба, признаются пенсионерки, это не только спорт. Чтобы не было нам скучно, чтобы мы поняли, что мы кому-то нужны. Это просто замечательно. А то сидим, как говорится, в четырех стенах, ходим там в трех соснах. А здесь сразу у нас и дружба завязалась, много женщин. От всех наших девочек, я могу сказать, что мы все очень довольны. Многие из них участвуют в областных соревнованиях, фестивале по скандинавской ходьбе «Ходи, Подмосковье» и неизменно показывают отличные результаты. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Витнетовы. Сотрудники Расторгуевской библиотеки уже не первый год проводят выставки под общим названием «Добрых рук и мастерство». Читателям предоставляется возможность показать свои творческие работы широкой публике. На одной из таких экспозиций побывала наша съемочная группа. Подробнее в сюжете Натальи Буслаевой. Вышивка – занятие увлекательное, но достаточно трудоемкое. И освоить ее может далеко не каждый человек. Но оценить работы мастеров может любой желающий. В Расторгуевской библиотеке в рамках проекта «Добрых рук и мастерство» проходит выставка вышитых картин Ирины Рощиной. С старыми нашими читателями, которые много лет ходят, мы дружим давно уже. И мы просто знаем об их увлечениях. Они к нам приходят, мы общаемся. А когда приходит новый человек записываться, мы обязательно задаем ему вопрос. А есть ли у него какое-нибудь хобби? Ну, с прицелом на выставочную работу в нашей библиотеке. Тематика десяти представленных произведений искусства разнообразна. Пейзаж, натюрморт, животный мир, репродукции известных художников. А самой первой работой стала вот эта маленькая картина – «Домашнее задание внучки». Вот такой совершенно простой рисунок заставил Ирину разобраться во всех нюансах вышивания. Дальше я купила большое полотно, нарисованное уже картинкой по нему. Напечатанному рисунку я стала вышивать. Картина там вот большая, на лодочке девушка плывет. Ну, там отработана была техника вообще, в принципе, вышивания. Первые работы были не по схеме. Приходилось наугад подбирать цвета нитей. Сейчас осуществить многие задумки стало проще. Стоит только купить необходимый набор для вышивки и окунуться в мир создания красоты. Вот форма частичного вышивки. Это прикладная вещь. Это готовая вот эта вот подушка уже была, наволочка для подушки. И вышиваешь только вот эту вот схему по рисунку. Мастерство вышивания предполагает точную, почти ювелирную работу, при которой полностью отключаются посторонние мысли и концентрируется внимание. Самое мелкое, которое я вышивала, это в одном сантиметре сто крестиков. Окружающие рассматриваемые работы, говорит Ирина, чаще всего приходят в изумление. Ведь искусство вышивания – это поистине кропотливый труд. Ведь в каждую картину она вкладывает частичку своей души. Напоминаем, что персональная выставка Ирины Рощиной в Расторгуевской библиотеке продлится до марта. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ. 27 января в России отметили 76-ю годовщину со дня полного снятия блокады Ленинграда. В этот день администрация Ленинского городского округа навестила бывших блокадников, живущих в нашем муниципалитете. К одному из них в гости отправилась и наша съемочная группа. Тему продолжит Екатерина Борисова. Разрешите вас от имени главы Ленинского района, от имени Совета ветеранов, Маргарита Васильевна вам передавала огромнейший привет, многочисленные поцелуи. Поздравить вас с этим знаменательным днем, днем снятия блокады. Для Вячеслава Григорьевича Булгакова 27 января – двойной праздник. День снятия блокады Ленинграда и день рождения любимой дочки Елизаветы. Бывший блокадник, он единственный из всей семьи, выжил в то суровое время. В декабре 41-го года первый умер дедушка, дедушка Булгаков Иван Осипович. Он умер. А бабушка умерла уже в начале июня, где-то в начале июня 42-го года. Мама Вячеслава Григорьевича в ту пору работала старшей медсестрой в хирургическом отделении детской больницы и мечтала выучиться на врача. Но ее планам, увы, не суждено было сбыться. 11 октября 43-го года от обстрела погибла моя мама. Она погибла на Растанной улице. Снаряд попал в трамвай. Маленького Славу отправили к бабушке по материнской линии в город Бугуруслан в воинском Шелоне, перевозящем раненых. Благо к тому времени блокада была прорвана. Там Вячеслав Григорьевич закончил школу, а после продолжил образование в Москве. Учился в техникуме и тяжелого машиностроения, параллельно работая на заводе «Металист». В итоге вырос до инженера-конструктора в НИИ металлургического машиностроения. Но не последнюю роль в его жизни играла музыка. Вячеслав Григорьевич – заядлый меломан. В его коллекции более 600 пластинок. Музыкального образования никакого. Я одно это не знаю, я ничего не знаю. Но вот то, что мне нравится, это мое. Вот это, наверное, и секрет моего долголетия. Видимо, да. В 1969 году вместе с супругой Маргаритой наш герой поселился в совхозе имени Ленина. Там родилась его единственная дочь Лиза. Ее Вячеслав Григорьевич ласково называет предметом своего обожания. И она, конечно, отвечает ему взаимностью. Для меня он всегда служил примером. Всегда. Это человек, неунывающий никогда. Он никогда не разменивался ни на какие пустышки. В первую очередь, любовь и доброта. Вот это все, что я могу сказать. Прожить такую жизнь, я не знаю. И остаться человеком с большой буквы. Я люблю его. После смерти жены Вячеслав Григорьевич перебрался в дом дочери, где и живет по сей день. Постоянно, да, в хорошем настрое. Ходит, гуляет. И, в общем-то, всегда он приседает по 30, по 40 раз в день. Так вот, он очень позитивный, очень такой жизнерадостный. Сейчас нашему герою 86, но он по-прежнему бодр, полон сил, много улыбается и шутит. И ни дня не проводит без любимой музыки. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Елена Кошлева. Видно этого. На сегодня это все. Желаю вам только хороших новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова